Я с большим удовольствием и гордостью приезжаю всегда в Горловку. Я смотрю, вот пришли на встречу и мои коллеги, педагоги, и самое главное, меня очень радует молодежь. Да, это студенты и образовательных организаций, и среднего профессионального образования, да, я смотрю, и высшего профессионального образования. Горловский ИНЯС наш сидит здесь, да. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Ну давайте начнем. Вопрос. Специализированная школа с углубленным изучением странных языков. Директор школы Солнцева Наталья Бурбат. У меня вопрос. Планируются ли учебные планы для школ с углубленным изучением странных языков? Спасибо. Все школы получили планы, примерно, да, планы для работы в этом текущем, начавшемся учебном году. Планируется разработка программ для углубленного изучения некоторых дисциплин. Для специализированных школ с углубленным изучением того или иного предмета, да, конечно, в этом текущем году будут работать рабочие группы для разработки вот таких программ. Я представитель Народного движения поселка Никитовского районка. Мы поселок Мичулино. Мы находимся возле 6-7 на самой окраине города. У нас такая просьба к вам. Можно для деток выделить школьный автобус. У нас 58 учащихся школьников из первого по 11 класса и 20 в садик дедок ходят. Если можно, школьный автобус, чтобы и в садик дедок забирал, например, хотя бы до школы доверки, чтобы было вам облегчим. Мы пытаемся решить эту проблему путем, ну, может быть, перераспределения, где-то взять, где-то куда-то отдать автобус. И в прошлом году у нас уже 2 или 3 вот таких вот действия было. В скором будущем, буквально, может быть, нам обещают месяц за месяц, нам поставят очень много запасных частей к автобусам, которые нужно отремонтировать, которые можно отремонтировать, которые можно восстановить. Организация Молодаря Степрика, скажите, пожалуйста, наши ДНРовские дипломы возможно ли подтвердить в России? Потому что был разговор, что некоторые вузы в России согласны с нами контактировать и подтверждать наши дипломы, а некоторые вузы говорят, что нет. Это правда? Дипломов СПУ или ВПО? Среднее профессиональное образование. Значит, смотрите, я из первых уст руководителей Министерства, ну, скажем так, руководителей системы образования и науки Российской Федерации. Слышала, и всегда это обсуждается. Мне говорят, что наши документы об образовании, независимо от какого уровня, то ли это аттестат, то ли это свидетельство, то ли это диплом квалифицированного рабочего, или уровня среднего профессионального образования, или высшего профессионального образования, признаются в Российской Федерации и по ним возможно получение наиболее высшего уровня образования. По поводу поступления наших деток, в частности в вузы Российской Федерации. Квота. На каких основаниях и какие условия, и где об этом можно узнать? Приемная кампания 16-го года в Российской Федерации завершена. Приемная кампания 16-17, такого не бывает. Есть учебный год 16-17, есть приемная кампания 17-го года. Для каждой приемной кампании разрабатываются свои порядки, свои условия, свои требования. Для приемной кампании 17-го года, наверное, в Российской Федерации уже разработаны какие-то положения, но они еще не опубликованы, и мы еще об этом не знаем. Поэтому говорить о приемной кампании 17-го года в Российской Федерации я не могу. У меня такой вопрос. После окончания техникума, я учусь на четвертом курсе, будет ли трудоустройство студентов после окончания техникума? Возвчера был круглый стол, а вчера мы обсуждали с рабочей группой текст концепции государственной программы по трудоустройству и распределению выпускников. СПО и ВПО. То есть мы сейчас работаем над этой программой. Вам важно, будет ли или не будет? Говорю, будет. Будет. Учитель английского языка. Скажите, Леонид Петровна, в этом году мы получили новые учебные планы, которые предполагают в начальной школе один час изучения английского языка. Но в прошлом году мы получили новые учебники от Российской Федерации. Конечно, от всех учителей, я думаю, выражу благодарность за такие прекрасные учебники, потому что это автор, знакомая всем нам, Вирджиния Эванс. Учебники именно аутентичные, которые предполагают и мотивацию в изучении английского языка и дают именно те знания, которые расширяют знания учащихся и по культуре, и по традициям изучаемого языка. Но и вы понимаете, что учебник рассчитан для начальной школы, рассчитан на два часа, а по новым учебным планам это один час обучения. И вот скажите, как нам теперь половину учебников проходят ученики, или это сокращение материала до такой степени, чтобы выйти на уровень пятого класса в средней школе, или это просто апробация, может быть, в этом году этих учебных планов, а на следующий год все-таки предполагается увеличение часов для изучения в начальной школе. Значит, первое. Мы не будем учебные планы разрабатывать под конкретные учебники. Это раз. У нас второе. Почему мы убрали, как информатику, собственно говоря, с первого класса? Для того, чтобы разгрузить первого класса. Потому что слишком тяжело детям в первом классе сразу же получать такую учебную нагрузку после детского сада. После детского сада, ну, вы же знаете, что есть определенный процент детей, количество детей, которые приходят из дома. Они не привыкли к этому режиму, они не привыкли к коллективу детскому, они не привыкли к чужим тетям, да, учителяющей тети. И в первом классе они еще учатся читать и писать на своем родном русском языке. Но первоклассники должны мягко зайти в учебный процесс, мягко это все пройти, а не так, чтобы одну неделю отучились и сразу слили на больничной. Больничной.